Да. Начали, да? Да, да, да. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Зовут меня Елена Владимировна Журавлёва. Я старший преподаватель кафедры иностранных языков и русского, как иностранного, Государственного университета Дубна. Это Подмосковье, Московская область, Север. Кроме студентов, я много лет проработала в школе и сейчас продолжаю работать со школьниками. Учить английскому языку учащихся первых-вторых классов – это нелёгкая задача. Но если мы с вами сделаем этот процесс интересным, то я уверена, всё у нас получится самым наилучшим образом. Разработки, которые делались в течение нескольких лет, собрались вот с помощью, конечно, издательства «Титл» собрались вот такие три небольшие пособия. Совместно сделано, совместно с моей молодой коллегой Дарьей Михайловной Тимушевой, в прошлом моя ученица. Наверное, у кого есть ученики, которые стали коллегами, поймут меня, что это очень-очень приятно. Первое, я хочу представить, это пособие «Как читать на пять». Чтение, научить правильно читать ребятишек – это совсем непростое дело. Пособие предназначено для обучения младших школьников. Правила чтения даются, большое количество тренировочных упражнений, задания на повторение и самопроверки. Это очень важно, чтобы повторяли след, чтобы расширяли знания. И, кроме того, что учим правила чтения, расширяем и словарный запас. Сейчас расскажу, как мы это делаем. Когда во время вводного устного курса, конечно, нужно выучить алфавит. Как учит алфавит? Каждый выбирает сам. Способы, как вы знаете, уважаемые коллеги, есть разные. Есть по группам, есть согласные, есть гласные. Я учу обычно. Вот он алфавит, мы так его и учим. Карточки, игры и так далее. Потом самое важное – соотнести букву, звук. И вы знаете, первоклашки, а тем более второклашки, очень хорошо это знают в рамках изучения чтения на родном языке. И они мне сами рассказывают, что такое буква, что такое звук. Начинаю с согласных. Соотнесли буква и звук согласные, а дальше переходим к гласным. Кратко изложены в нашем пособии правила. Вот буква, звук – это он рассказываем, еще раз читаем, вспоминаем. Переходим к транскрипции. Вот это уже новое для них. Но, тем не менее, в общем-то, запоминается достаточно легко. Слоги ударное, безударное знают. Открытое, закрытое – это еще раз разбираем, повторяем. Ну, а потом идем. Как читается гласно? Они у нас сложные и читаются по-разному. Вот на примере ООО я хочу вам представить. Значит, у нас идет стандарт упражнений. Даем четыре самых легких распространенных слова, пишем, добавляем, разгадываем значения слов. Это очень интересно. Некоторые ребята очень быстро с этим справляются. Опять пишем слова. Читаем, 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 много читаем. А вот здесь всегда интересно. Не всегда сразу получается. Поэтому очень часто делю. Сначала соотнесите слово, написанное буквой, с его транскрипцией. Это первая половина проверили, а потом вспоминаем. После этого обязательно идут переведите фразы. Это очень важно. Ребенок должен научиться, учащийся должен научиться правильно составлять фразу. И уже идут дополнительные упражнения к каждому случаю. Вот здесь, поскольку мы заканчиваем почти первое правило чтения в открытом слуге. Вот пошли все слова, которые выучили, которые научились читать. Ну и, конечно, кусочек рефлексии. Какие слова показались тебе трудными, выпиши их, постарайся их запомнить, не забыть. Вот у нас идет та же буква ОУ во втором типе чтения в закрытом ударном слуге. Здесь легче. Очень много слов они уже слышали, выучили их в устном вводном курсе. Поэтому все это быстренько. Идог, ифрок. Все это идет. Вот тот же самый принцип до шестого. Последнее то же самое. Но у нас уже появляется целое предложение. Да. Я люблю мою куклу, сновидеть быка и так далее. А тут читаем слова первого и второго типа чтения. После каждой разобранной гласной всегда идет повторение. Повторяем две соседние гласные. Опять вспоминаем слова, транскрипции. И делим. Если это второй тип уже проходим, то делим на первое правило, второе правило. Посмотрите, какие уже целые предложения. И сколько уже слов можем прочесть. Замечательно. И самое главное, что они их знают и вспоминают, уже могут переводить. После каждого типа чтения дается вот такой вот мини-словарик. Мини-словарик очень полезный. Дети потом, собственно, вырезают эти листочки и потом оставляют себе и для других учебников. Вот они все слова. Можно поиграть. Читаем, закрываем перевод. Ручкой закрыли английское слово. Читаем русское, переводим. Это даже вот на таких двух страничках можно очень хорошо поиграть. Также пособие даны сочетания согласны. Сочетание гласных и согласных безударной позиции. Вот у нас сочетание нашей согласности. H, S, H. Я знаю, что это сочетание в спотлайте, во втором классе, проходится чуть ли не в первом месяце, в сентябре. Но мы знаем, почему так происходит. Вот здесь вот обращаю всегда внимание, шип и шип, да, классический пример. Если не произнесли до, если произнесли долго, а не кратко, то вместо кораблика сели на овечку. Принцип остается такой же. Вот в этой самой, во всей книжке дети привыкают очень быстро и к этим упражнениям, и к переводу, и к повторениям. И все это усваивается достаточно хорошо. В дополнение, в новое издание готовим «Жизнь не стоит на месте». Первое издание пособия вышло в 2018 году. С тех пор уже практика показала, что нужно еще что-то добавить. Добавили чтение незнакомых слов по нашим правилам. Читай слова. Слова не важны. Это пришло понимание того в процессе работы способия, что когда передусимают, ну, компетенцию, да, выработали компетенцию, их нужно применить. Вот, применяем. Дальше. Сравнительное чтение по всем типам. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Добавили буквосочетание A с WL. Вместо бал и вал хорошо бы научиться читать правильно. Готовим прописи. Это прописи, написанные мной, но когда издательство готовят уже в другом немножко, по лучшему виде, тоже важно. Потому что, как я Жизнь показала, вот тех одной строчечки, либо один раз, два раза написанного слова мало. Поэтому готовим прописи. Кроме правил чтения, конечно, мы учим и лексику, и грамматику. Это непременно. И вот так появилось еще одно пособие. My start with the English. Предназначен он для первого года обучения английскому языку. Может использоваться в дополнение к любому учебнику второго класса. А также для домашней работы, самостоятельное обучение, изучение английского языка с родителями дома. Все это соответствует рабочей программе, ПГОС. Задания направлены на обучение. Мы читаем, учим грамматику, учимся говорить и расширяем словарный запас. Каждая теме дана небольшая контрольная работа. Ну вот так это выглядит содержание в книжечке. А что в действительности мы даем? Лично вся первая часть My Start with English строится на единственном числе. Темы разные, но все это для единственного числа. Вот у нас и числительные, и профессии, и страны национальности, и которые сейчас, и Хавказгод, и там сейчас посмотрим, притяжательно. Но все это, и отрицательная вопросительная форма, но все это в единственном числе. Идем дальше. Конечно, как всегда, знакомимся. Я и мои друзья. В качестве героя в своей книжке мы взяли обычных детей. Не динозавриков, не мартышечек, хоть и умных шимпанзе, а обычные дети с очень простыми именами, которые можно уже читать по нашим правилам. И Пит, и Кейт, и Мэкс, и Эн. Все это читается. Отвечают, учат просто с именами отвечать. Потом добавляем «э бой», «э гэл», что тоже интересно. Дальше выучив числительные, учимся складывать и вычитать, тоже интересно. Тренируем из русского на английский и на английский, и я называю, не записывать. Все по-разному, по-всякому выучили числительно. Теперь мы можем рассказать о себе гораздо больше. И имя, и кто я, и возраст, и все на свете. И вот такие обращенные к ученику вопросы и свои ответы. He is, she is. Ну как же без этого? К мальчикам и девочкам добавляем слова «э мэн» и «гуман». Добавляем «ит». Уже научим, знаем, когда «э пенсу» и когда «эн аппл». А вот цвета, вся тема цвета представляет собой очень интересный, большой интерес для учеников, потому что мы здесь и учим, и рисуем, и раскрашиваем. И так это замечательно. И читаем стишок, и по нему раскрашиваем все-все-все. А теперь в наше «it is a pencil» добавляем цвет. И это очень важно. Почему-то, не то что часто, но повстречаются такие вещи, когда ученик составляет предложение «it is an umbrella green». То есть учимся правильно ставить прилагательное нужное место. Это тоже нравится. Ну-ка, конечно, что у нас в портфеле, что мы носим и как это все называется. Я не знаю, коллеги, как у вас, но у нас вот мультфильм, который смотрим со школьным предметом, появляется здесь наравне с «an eraser», там не «eraser», а «rub». Дописываем. Наравне с «a pencil case» появляется «a pencil box». Дописываем. Ну, пусть знают, ничего, все понятно, все равно становится. Доигрываем. Доигрываем. Опять рассказываем, что у тебя в портфеле. А потом еще добавляем, а какого это цвета. Переходим к семье. Сначала учимся. Тут много можно и песенок, и учебных мультфильмов. И посмотрите, пожалуйста, здесь уже появляется целый рассказ о семье. «I have got a sister, she is a kid, she is a lady, she is a pupil». Ну, там, где больше десяти, как-то мы уже с помощью учителя разбираем эти вещи. «Эн» повторяем еще раз, а теперь рассказываем, что есть у собачки, что есть у кошечки, что есть у обезья, у попугаю, и все это пишем. Вот у нас в конце, как и было заявлено, в конце каждой темы идет небольшая контрольная работа. Вспомнили, записали, применили. Притяжательное местоимение – то же самое. Разобрали, рассказали, кому что принадлежит. Читали, говорили, рассказывали, играли. И потом проверяем, хорошо ли мы все это выучили. Но переходим сначала на «м» из «на», «м» из «а», или «нет». То есть потом это будет тоже сделана отрицательная и вопросительная форма на основе «хэп» из «гот» и заключительный тест. Что мы здесь умеем? Умеем поставить «м» из «а», поставить в отрицательную форму, в вопросительную форму, применить «хэп» из «гот» или «хэс» из «гот» и дать краткий ответ, отрицательная форма. Все это дети учат сам на единственном числе. Вторая часть уже повторяет единственное число и на основе тех знаний, которые получены были в первой части, добавляем множественное число. Начинаем с множественного числа существительных. Самые два распространенных способа образования множественного числа – «с» и «эс». Личное место имени добавляем. Опять же повторения везде есть, опять же проверочные работы, притяжать – все точно так же, только добавляется, конечно, больше чтения, больше говорения. Смотрите, вот у нас множественное число. Сначала мы знаем от одного до десяти уже, но теперь мы учимся и писать это, и переводить это, и числительное, и множественное число образово. А дальше добавляем числительное от одиннадцати до двадцати. Хотя одиннадцать и двенадцать у нас было и в первой части, там время у нас было. Появляются вот такие вот маленькие диалоги. На основе этого, что ты видишь птички, а ты видишь цветочки в парке и так далее, добавляем место имени. И опять давай поговорим. Играем. Множественное, это отрицательную форму. На вопросительную. Добавляем хэпка в гот для множественного числа хэпгот. Опять же, все это, стишки добавляются. Мы are happy, we are not sad и так далее. Вот, посмотрите, какой уже диалог. Можно заменить все, что возможно, брать их, сестричку и рассказать. Притяжательные местоимения идут. И вопрос, чье это. Вот интересное указательное местоимение. Вот чем интересен вот этот момент? Тем, что составили мы это в рифмующееся предложение, а потом предлагаю ребят, а составьте вы свою одну строчку. И вы знаете, вспоминают. Так приятно и интересно, что они уже слышат и рифмующиеся слова. Но и такие упражнения распространены, в каждом учебнике такое есть близко, где далеко к руке, единственное число. Дальше. Прежде чем мы возьмем оборот дыры из дыра, конечно, берем самые простые предлоги, разбираем, рассказываем, учим стишок, где же это все находится. Вот у нас оборот дыры из дыра. Начинается он с класса. Можно посмотреть на картинку, а можно потом составить свое, сколько чего у вас в классе находится. Это конец нашего пособия во второй части. Эта страничка вызывает наибольший интерес. Нужно прочесть внимательность к творениям и дорисовать, где что находится. Это интересно. Ну, дорогие друзья, вот я кратко попыталась вам рассказать о пособиях. Я знаю, что немало преподавателей используют и родителей используют это пособие. С нетерпением, наверное, ждем выход обновленного издания «Как читать на 5». Ждем с нетерпением прописи, которые, в общем-то, подойдут не только для книжечки «Как читать на 5». Они, я так думаю, будут удобны и полезны и вообще для любого другого пособия. Ну и, конечно, с нетерпением ждем выход второй части «My Start Old English».